Приветствую вас, дорогие мои представители Знака Рак. Представляю вам прогноз на август. Расклад нынче у меня немножко укороченный. И он будет состоять из шести основных сфер. И седьмая карта, это будет совет Таро. Вот такой мини-расклад. Напоминаю вам, дорогие мои, что прогноз носит общий характер. Учитывайте это, пожалуйста. И еще, уважаемые мужчины, вы сможете узнать дополнительно к этому прогнозу свой специализированный прогноз. Если посмотрите мой видеоролик, который называется «Прогноз для мужчин на август 2017 года». Заодно, кстати, проверите свою интуицию. Ну, а я больше не буду вас утомлять разговорами. Жду с нетерпением от вас комментариев, лайков. Буду также очень рада и подписке на мой канал. Ну, а теперь давайте посмотрим, что вас ожидает в августе 2017 года. Судя по этому раскладу, мы видим, что три сферы вашей жизни будут иметь в августе повышенную значимость. А именно, это ваше настроение будет влиять на события, ваши отношения и ваша финансовая сфера. Ну, давайте по порядку. На сферу настроения выпала двойственная карта. Это старший аркан влюбленный. Ну, с одной стороны, она предвещает состояние влюбленности к кем-то. Или страстного увлечения, какой-то идеи, делом. Говорит она также о стремлении к полноте и гармонии в жизни. С другой стороны, эта карта описывает вашу готовность к любым испытаниям и трудностям. Даже если надо, вы поменяете себя, свой образ жизни. То есть, вы согласны сделать любой выбор, только чтобы получить желаемое. Вот такой серьезный у вас настрой будет в августе. Идем дальше. В сфере семьи детей выпала семерка мечей. Здесь, в этой сфере, возможно решение каких-то вопросов окольными путями. Ну, скажем так, с помощью не совсем общепринятых правил. Это в основном, конечно, будет касаться темы жилья. На мой взгляд. Например, при продаже жилья, сдаче ее в аренду, оформление документов. Также карта советует быть вам очень осторожными. Есть риск обмана при сделках с недвижимостью. Также по семерке мечей может идти и переезд. Вот так вот. Еще, возможно, в августе вы будете что-то недоговаривать или скрывать от своего партнера по браку или членов семьи. Ну, увиливать от прямого разговора в случае каких-то разногласий. Может, у вас появится на стороне и любовный партнер. И вам придется тщательно маскировать эту свою левую связь. Что еще? Не исключено увиливание от своих обязанностей по дому. Или в отношении детей. В решении каких-то семейных проблем. Это увиливание может быть как и с вашей стороны, так и со стороны вашего партнера. Или какого-то члена семьи. Кто-то из вас будет вынужден разными способами манипулировать своими членами семьи. Скажем так, заставлять их выполнять ваши обязательства, вашу работу. Также возможно, что дети будут скрывать от вас что-то. Или вы будете пытаться с хитростью заставить их что-то сделать. Вот такие уловочки. Идем дальше. Сфера общения, информации, поездок. Выпала четверка жезла. Отличная карта. Предвещает приятное общение, развлечения. В том числе и на природе, на даче. Не исключены и вечеринки, корпоративчики на работе. Типа обмывания какого-то события. В общем, карта обещает приятные поездки, встречи, знакомства, получение радостных событий на работе. Ну, от друзей, от детей. Возможно, даже, кстати, новости. Получение новости о рождении ребенка. Или о бракосочетании. Также по четверке жезлов идет переезд на новое место жительства. Не исключено, что в этом месяце вы пойдете в отпуск. Так как семерка мечей, вот в доме семьи, она отчасти может намекать на то, что вы уедете куда-то, кому-то. Или по путевке. Без своего партнера по браку и детей. То есть в одиночку. А партнера по браку заставите заниматься хозяйством, пока вас нет. Вот как-то так. Следующая сфера у нас отношения. Здесь выпала карта шут. По этой карте возможно обновление ваших отношений. Как любовных, так и деловых. У кого-то встреча новой любви. Создание нового любовного союза. Вообще, аркан шут предсказывает обычно легкие, жизнерадостные отношения. Иногда, возможно, и безответственные где-то, и ни к чему не обязывающие. Но в основном это искренние, без всякой задней мысли и расчета отношения. Идем дальше. Следующая сфера у нас финансовая. Здесь выпала карта МАК. Отлично. Вам, дорогие раки, можно позавидовать. Для вас не существует преград для решения любого финансового вопроса. Все в ваших руках. Как вы решите, так и будет. Если вы надумаете вдруг увеличить свои доходы, у вас это получится. И никто, и ничто не может вас остановить. Похоже, кто-то из вас может очень легко в августе провернуть какую-нибудь выгодную сделку. Или открыть новый источник дохода. В том числе и от посреднической деятельности. Есть вероятность начала обучения, чтобы, вот именно финансового образования, чтобы побольше зарабатывать денег. В общем, дорогие раки, у вас есть все необходимые таланты для обогащения. Вы умеете считать деньги и всегда держите их под своим чутким и строгим контролем. И именно по этому принципу вы и действуете. Следующая сфера у нас работа и бизнес. Выпала двойка жезлов. Основное значение ее это выбор или период ожидания. Похоже, в августе вы решите вплотную заняться своими финансами. Маг в финансовой сфере подтверждает это. Поэтому двойка жезлов подчеркивает, что вам нужно все хорошо обдумать. Взвесить все из-за и против. И именно этим вы будете заниматься. Вы притормозите в своих действиях. Не будете делать резких телодвижений. И каких-то изменений в карьере или в бизнесе. Скорее всего вы будете вести переговоры. Встречаться с нужными людьми. Собирать информацию. Анализировать ее. Перебирать варианты возможных ходов. А возможно в августе вы будете ждать ответа. От своего нового работодателя. С кем уже прошли собеседование. Или куда уже дали свое резюме. Не исключено, что в этом месяце вы пошлете свое резюме и фирму за рубежом. И будете ждать результата. Есть вероятность, что вы задумаетесь с кем-то совместный бизнес. И будете вести обсуждение этого проекта с будущими партнерами. То есть на это тоже потребуется время. Дальше кто-то на своей работе сделает заявочку своему начальству на более высокую позицию. И будет ждать как же решится этот вопрос. У кого-то будет решаться вопрос с командировочкой или поездкой на стажировку. В том числе и за границу. В общем дорогие раки. Месяц август это начало перемен в этой сфере. Важно для вас очень серьезно к ним подготовиться. Ну и заключительная карта у нас. Туз мечей. Это совет втором. О чем же нам говорит эта карта? Что она нам советует? А она указывает действуйте продуманно. Правильно оценивайте ситуацию. Будьте решительными, дисциплинированными. И освободитесь от всяких иллюзий. Также карта советует навести порядок в своей жизни. Окончательно выяснить отношения с партнерами. Чтобы не осталось никаких неясностей и разногласий. И будет тогда вам счастье. Ну на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам исполнения всех ваших задумок. Полного взаимопонимания с вашими партнерами. Искренних и верных вам друзей, подруг, крепкого любовного союза. В общем счастья и удачи вам. До новых встреч.